первый пошел второй пошел и так добрый вечер добрый вечер марсис сегодня я хочу чтобы андрей всеволодич рассказал а как так а случилось что вроде интеллигентный человек занимается палийским языком то есть как бы и и и не просто палийским языком так еще и переводит вот значит можно ли услышать предысторию как сложился переводчик андрей всеволодич пожалуйста началось с того что я с большими усилиями перевелся с четвертого курса физического факультета на третий курс востфака сдав 11 экзаменов экстерном санскрит но ну и там история индии многое прочее но никакого пали там не было значит я очутился вот на третьем курсе у нас продолжался санскрит а потом владимир ганцевич эрман провел нам семестровый курс палий на основе санскрита как то привычный для европейских индологов это сейчас бывают люди которым нужно исключительно знание тхировазинского традиции и они учат палий без санскрита но в общем это только для таких особенных надобностей практикуется а так обычно палий санскрита и он читал нам грамматику в терминах отличений отличия от санскрита то есть вот допустим нет дательного падежа нету таких-то там форм глагола и прочее в какие-то сложные сочетания согласных заменяются простыми пакша например будет пока и так далее все это на меня производила впечатление отчасти такого пересчета который наблюдается когда от латинского ты переходишь к итальянскому на самом деле пересчета которым ровно говорит собственно топоров своей своих трудах посвященных пали то есть что просто определенный перечень пересчетов да да это конечно то что он достаточно последователен и как правило соблюдается объясняется тем что пали им тоже искусственный язык потому что будда говорил на диалекте в основном на диалекте магадги ибо он в основном был жил в царстве магадга и там некоторые отличения отличия косвенных простите форм слова измени например магадги есть именительный падеж на и напали на о в мужском роде ну то есть там произошла некоторая редактура чисто фонетическая или морфонологическая впали поэтому пересчет это просто знак регулярности а после этого мы с ним медленно читали какие-то там несколько страниц джаток догадываясь задание было такое догадываться как бы это можно могло быть сказано на санскрите уже словарей никаких у нас не было ну или там слова сам владимир гансович подсказывал ну после чего мы как-то переводили ну то есть эта группа там из трех пяти человек что это такое то есть что это наша группа санскритологов которые я присоединился среди них вот до сих пор на кафедре работает моя однокурсница юлия кукова на кафедре индийской филологии стала сотрудницей быв когда-то студенткой кто-то в израиле кто-то вот не знаю у нас был поповский сын негреско значит молдаванин родом не знаю чем он занимается сейчас ну вот не знаю не знаю ну то есть 222 оставил осталось да это так это так ну а дальше на 3 на третьем курсе я написал у меня началась там были курсовые из третьего курса я писал на третьем курсе у меня было что-то там по лингвистике я уже забыл напрочь что а на четвертом курсе почему-то я захотел заняться переводом и как-то мой взор по вот уже не могу сказать почему на этот текст вопросами этого это был ваш собственно пусть и не осознанный но выбор мой 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 выбор ну может быть владимир гансович сказал что-то об этом не могу уже припомнить сказалось то что там все-таки греческое влияние большой любитель античной словесности может быть поэтому по и помню первую этот первое издание трэнк на 1880 года такой был датский специалист попали он издал этот текст вот и я взялся переводить и перевел на в качестве ну как то ну да в качестве курсовой на четвертом курсе первую главу это внешнее повествование называется багира катха напали которая как я сейчас могу сказать построена в жанре аваданы легенды ну и там самом начало я конечно сильно запнулся потому что идут идут примерно допустим 10 строчек нормального текста шлок больше гигантскими композитами то есть сверхсложными словами идет пышное описание города саговой вы конечно не ожидали этого подвоха да ну то есть на целую страницу вот это описание это предложение на страницу это нормально на санскрите долго-долго-долго ковырялся в одиночку или спрашивай совет владимир гансович нет в одиночку как-то не умею спрашивать совет никогда всегда учился вот только так вот официально чтобы какой-то вот у меня личный был эндологический гуру такого не сложились ну не знаю владимир гансович сам считал что он самоучка поэтому может быть вот это один самоучка притягивал других самоучек к себе может быть может быть потому что ведь я же и санскрит учил так меня научила когда я готовился перевестись меня татьяна евгеньевна катенина научила за полтора часа диванагари у личный учебник бюлера я уехал в смоленскую губернию учить бюлера в деревне что и делал там с утра до вечера сколько лет было вам когда вы изучали собственно тогда бюлера то есть и сколько лет когда вы собственно взялись за миллионда сейчас им скажу мне было двадцать пять двадцать пять ну покойный никита гуров сказал что это вот что это вы так вот меняетесь вот лингвист надо быть лингвистом вот какой-то взяли нужно сказал ну вот все равно язык один и тот же как-то не очень внятно ответил а на пятом курсе я перевел то что в моем издании называется вторая и третья книга когда еще не пришел к выводу что там склеены вторая и третья книга и это сравнительно легким стилем написано то что до так называемых вопросов рогатин занимающих больше половины по объему всего текста который был впоследствии переведен это более ранний текст вопросы рогатин и позже и прочее написано явно веками позже и он имеет еще другой вариант который был переведен с неизвестно какого индийского диалекта на китайский и я сверял еще с французским переводом с китайского перевода некоторые разночтения мне там в одном случае удалось восстановить предположить на испорченную пассаж самом конце там были какие-то факелы на конопляном масле смоченные в чем-то и что-то так далее потому что одна испорченность была в китайском тексте другая испорченная была в полинском но вместе что-то вышло а вот примерно так ну и снабдил это всякими примечаниями как успешно защитил диплом а после этого меня георгий санч зограф пригласил сам в институт востоковедение я там стал сделался стажером с осени сентября на счета кончика до 8 1978 году с сентября я была стажером потом на территории научно-техническим я не помню как это все называлось но изначально вас признавали именно как кого как лингвиста или скорее как фило то есть как бы кем вы числились как бы как вас воспринимали как лингвиста как философа как я не знаю буддиста то есть как кого ну буддиста должности статного буддиста не было должности философа тоже не было поэтому я был так скажем филолог по складу ума я конечно лингвист они будут литературовед склонен к точности но эта точность пригодилась то что у меня есть есть некая способность там переводить адекватно литературно это у меня никто не учил или учил я сам потому что читал соответствующие там классические тексты отдаленных эпох ну допустим так можно и допустим но античные тексты и прочее в общем я это переводческое ремесло мне нравится такой вот чисто гуманитарные следы мне не очень понятно как а как осуществляется мне всегда кажется это слишком зыбки ну вот значит уже в институте востоковедения сейчас он называется институт восточных рукописей а тогда он был сперва ленинградским отделением института востоковедения московского потом стал ленинградским филиалом ну и там у меня было в плане перевод вопросов милинды собственно получается вы туда вписались уже со своим багажом виде отдельных переведенных глав в виде двух книг которые ну трех книг почему трех потому что там получается там был хитрый колофон на гасэна милиндара джапанья не пита законченный вопросы на гасэна к царю милиндия и не поняли что действительно сперва в апталь милинда задавал вопросы на гасэне потом на гасэна задавал вопросы царю милиндия это сложное слово которое разлагается в целое предложение а дальше идет немножко иначе все построено может быть чуть позже это дописали на две книжки все-таки счет что первоначально это было две книги это же выйди так это дописывается дописывается это про махабарату все знают и много про что это знают и это и здесь тоже дописывалось и сколько лет получается она числилась у вас вас в планах до того как она была подготовлена к изданию да пожалуйста я точно помню что я ее отнес в на кафедру отпечатанную 11 ноября 1983 года вот хорошо так а издана она была кажется чуть позже была восемьдесят девятом году да то есть мысли мне кажется промежуток ну как сказать ну достаточно внушительный солидный да после этого еще перед вернее в промежутке между этим было еще обсуждение с принятием ее в состав планов черной серии это это вызвал какие-то затруднения вхождение в черную серию некоторые были потому что я для обозримости как я считаю снабдил в вопросах рогатинах но этот четвертая самая объемистая книга заглавиями от себя каждый вопрос такие скажем тематические подзаголовки получаются ну естественно в квадратных скобках да да ну и меня принудили это убрать потому что это по каким-то их правилам не годится игорь михайлов дьяконов был за вот то есть но это не ну скажем так это больно но не критично и получается других каких-то таких концептуальных разногласий получается не было да нет не было не было а чем тогда была такая задержка то есть я не слышал чтобы черная серия прям так вот тянула вот с изданиями то есть а вот вот не могу ничего сказать неизвестно ничего такого никакого злоумышления против буддийского характера текста не было понятно хорошо ясно ну то есть а потому что ведь когда издавалась махабхара ты известный случай когда издание затягивалась по ну как бы по искусственным причинам скажем так и то есть именно откладывалась то есть намеренно умышленно это не знаю каких томов не кальянова а василькова и демилевич совершенно верно то есть были были как бы были препятствия на этом пути соответственно то есть не все всегда бывает так гладко поэтому да то есть как бы не исключено что какая-то интрига все-таки присутствует в этом всем вот все-таки задержка в достаточно существенное хорошо значит вышла вышла книга еще могу сказать что почему-то значит мою статью значит мы книгу обсуждали близко с другой какой-то другой с другой книгой из других сотрудников секции тоже и вот кто-то там возражал что я написал не исследовательскую академическую статью а какое-то эссе но это не было поддержано говоря к так называемому академическому гуманитарному стилю я не склонен так ему и не научился могу писать строго по лингвистически либо скорее уж по философски или культурологически значит и и когда вышла книга скажем так это некоторое признание смысле все-таки черная серия но это такое ну пик что ли можно то есть как бы все лучшее или просто но вот вышла книга и вышла и ну я знаю что за ней где-то гонялись что где-то за ней ломились не хватало тиража в какой-то где-то то ли это было кажется может быть это было в москве хотя в питер я привез несколько пальчик и их по той цене который я и получил я их кому-то там и отдавал ну просто вот привез я не помню сколько пачек там привез до сих пор у меня где-то еще штуки 3 лежит я сейчас смотрю в интернете от двух с половиной тысяч до 800 рублей в зависимости от сохранности и других условий города продажи это можно встретить у меня некоторая претензия на то что недостаточно хороша бумага конечно недостаточно бела на самом деле насчет бизнес я с вами не согласен смысле я наоборот считаю что белизна современных изданий она уже уже просто от нее глаза болят потому что вот у нас теперь такая уже эта белизна что уж лучше вот я бы вот подержал бы в руках эти старые издания значит черной серии я бы скорее сказал бы это скорее даже преимущество потому что теперь все охотятся за белизной то есть ну то есть она какая-то прямо такая немножко синтетическая то есть такая искусственная получается я бы конечно удовольствием увидел эту книгу изданную так как были было издать был издан том поздравлений брежнева по случаю вы были очень белые очень то есть на самом деле в новом издании конечно бумага очень белая то есть мы себе такие очень белые и новое здание конечно полиграфически сделано безупречно ну то есть просто безупречно насколько я придирчив но значит просто высший шик то есть обложка тканью империал это самая дорогая ткань какая вообще в принципе бывает дальше только кожа молодого ягненка вот то есть и все это издано просто изумительно и роскошь просто держать это в руках ну еще насколько вам виднее понять насколько прочен переплет я думаю что как подпорка под кроватью если что сделать если взять ее за последнюю и первую обложку и потрясти потрясти вырвется ли вы знаете я как бы я обычно книги сперва нюхаю глажу могу ногтем провести но вот именно по такому критерию я пока их еще не проверял я сейчас попробую потрясти значит на самом деле то о чем вы говорите это критерий из-за которого я начал издавать книги потому что собственно у меня книги оставались в руках но вот я теперь пытаюсь сделать то о чем прочно проще сразу сразу как бы на камеру я не могу продемонстрировать что она вываливается то есть на самом деле шили хорошо на самом деле да я когда увидел одно издание значит лани лани пусть она не будет названа значит более подробно я понял что мне пора браться за книги издания потому что я не могу смотреть на то куда катится катится отечественное восстанавливание а я очень уважительно отношусь к тем традициям отцов основателей то есть я считаю что ну у нас то есть я не считаю что русская эндология какая-то отстающая и где-то там есть продвинутая англо или немецкоязычная я абсолютно не разделяю это мнение то есть я считаю что есть направление по которым им расти и расти и никогда не дойти то есть уровень например издание литературных памятников это уровень до которого я не видел чтобы вот таком серийном виде а там где все хорошо всегда вот издавали вот книги поэтому я не согласен я не считаю что эндология у нас какая-то вот особо неудачливая или отстающая ну она немногочисленная но должен сказать что последние это в нашем тысячелетии многочисленности многолюста падает и где-нибудь там и в голландии в известном центре еще где-то в общем это так ну да то есть просто мне конечно не совсем понятно что за двадцать последних лет востфака я не вижу тех эндологов которые вот ломились бы и и как бы ну вот как из рога изобилия вываливались оттуда и радовали бы нас каждый год новым переводом черной серии то есть мысли получается тенденции конечно есть но она не она не не столько русско направленная сколько общемировая наверное согласен именно тогда поэтому мне очень не не больно когда упрекается в чем-то обвиняется вот какая-то несостоятельность якобы именно русской русского стыкли не называется все наших руках чего мы ждем какой-то милости свыше то есть как бы времена поддержки книгоиздания в советском союзе позади то есть я понимаю что первое издание милинды собственно сделала вас состоятельным человеком то есть мысли дало вам шаг аванс так сказать взрослую что касается состоятельным то это сделал сделал том джаток потому что там платили по рублю за каждую строчку стихов а сколько что это что набегало смысле что вот что 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 могла принести одна книга изданная в приличном издательстве но видите вот когда я издал джатоки а там стихи переводил стихами в общем это я получил солидный гонорар который позволил там улучшить жилищные условия то есть как бы были времена да 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 то есть сейчас надо продать квартиру чтобы издать книгу а были времена когда можно было накопить на что-то чтобы значит да то есть как бы вот получается получается всего лишь там за 20-30 лет поменялся кардинально подход получается да то есть как бы ценность этого всего ну да да конечно ну помните этот анекдот как вы дочь академика стали валютной проституткой не знаю наверное просто повезло значит хорошо но вот издали вы значит 30 лет тому назад страшно даже подумать 30 лет тому на знать лет тому назад значит первое издание а вот спустя это время у вас было такое ощущение что вот лучше бы не издал потому что там то там то в 25 сноске 36 запятая значит смотрела не в ту сторону то есть был какие-то вот речи которые вот за которые стыдно было у меня был один памятный промах я употребил там в диалоге слово которое сейчас наверное уже вошло в общее литературный язык но его нужно понимать что оно произошло из тюремного жаргона я употребил слово темнить но темнить это запинаться запираться при допросе начально вот это я употребил и царь конечно с буддистом не могли этого употребить но уже сейчас этого никто бы не понял хотя я потом изменил ну то есть таких мест получается не то чтобы то россыпью они рассыпаны по всей книге буквально какие-то вот единичные за что получается да 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 ну и потому что что такое еще было в том переводе который конечно был одобрен когда на моем пятом курсе но прошло еще несколько лет я поднаторил в поле и поначитался и лучше понимал ее просто поправил получается есть три стадия есть стадия студенческая есть стадия подготовки первое издание и незначительным получается исправленные переиздание на самом деле получается незначительно в новом издании я там поменял некоторые сноски поменял довольно много или изменил формулировки комментариев но и изменил это по объему немного но сказала сильно я изменил переводы нескольких часто встречающихся важных термин в самом деле важных то есть получается обновление комментаторского характера и терминологического и терминологического вот я тогда хотел бы о терминологических обновлениях собственно если можно какие-то примеры привести услышать да ну вот положим есть пятерка блоков структурных устройств себя которые называются на санскрите сканга известная буддийская концепция которая до сих пор по-русски не прояснена я ее прояснил на английском языке ну хотел по-русски но тогда было скопус или какой-то там потом еще напишу побольше по русски об этом вот там это на пять факторов которые йог наблюдает себе и третье из них называется санжня ну устроено слово также как ну напали саня устроено также как русское сознание только что суффикса нету вот это я не помню уже как переводил может быть я это переводил распознавание но вообще-то это предметное сознание которое может быть связано со словом и это перевел по-моему вот и вот в таком смысле я это перевел в последнего издания а виджня ну я переводил как сознание в первом что точно неправильно я тут не один не прав тут все переводили сознание соответственно английском conscious нас или это не так а как но вообще говоря если если объяснить что это такое не не говоря о переводе перевод просто читайте перевод то это трансцендентальный выбор то есть это акт работы духа который приводе который является условием того что будет контакт какой-то осмысленный с разными областями объектов и вижняна эта функция которая осуществляет следующее выбирается сейчас будет видно или сейчас будет слышно или сейчас будет запах вот то что это будет предметное сознание пахнет квашеной капустой или виден красный кружок это предметное содержание сознания а вот этот выбор не является предметным понимаете он допредметный в этом отношении как приду как предложил кант его надо назвать трансцендентальным это условия опыта что интересно вот я тогда не додумал потому что я перевел и перевел правильно пассаж кроме этого слова в вопрос хмелинный на газ это поясняет очень точно вот это вот вижняна подобно стражу на городской каланче который видит откуда что кто-то или что-то приближается к городу откуда это например северо-западо-юга соответственно это через зрение придет через слух или через нюх или чем через вкус видит первый и так далеко что кто муравей там ползет или слон идет он не видит едва только заметно поэтому это очень точный образ тем более что по классической планировки естественно должны быть ворота с северо-запада юго-востока что соответствует и последующему чертежу мандал где тоже ворота ориентированы по странам света и с этими ориентациями по странам света связаны модальностью органов щу зрение слуха прочее мне на самом деле очень нравится ваши терминологические изыскания потому что вы получается не стесняетесь и не боитесь но получается ну не все чтобы опровергать какие-то авторитеты но по крайней мере арабский не следуете чем-либо формулировкам и получается достаточно понятно я бы сказал то есть вы не боитесь как мне кажется со стороны но в общем а сочного а русского языка и какие-то калькируете где-то наоборот просто полностью не знаю какой-то взрыв устраиваете вот в этой терминологической узкой области ну ну да да ведь особенно это непринужденно может получиться если вообще что-то получается в том случае когда индийцы предложить концептуализировали что-то предложили какое-то понятие а у нас здесь ничего нет следует нам нечего брать из русского языка в которое было бы понятием или там заимствовано из латыни просто потому что об этом индийцы думали европейцы не думали вот положим вот есть слова витарка и вечера они я перевел первое задумывание а второе продумывание задумывание это возможное слово но это что это такое событие когда в ум попадает некий новый предмет мысли про который ты будешь думать когда ты про это думаешь это называется продумывание а когда это пришло это зачин продумывание перевел задумывание хотя на санскрите или напали устроены с другой приставкой той же приставкой ви которая означает раз разным это здесь имеется ввиду или схвачеными вот что если есть нечто предметно данное просто ты опознаешь это что-то то разные люди у разных людей могут пойти разные ходы мысли по этому поводу и вот начало разных ходов мысли называется этим термином витарка вот то что вы говорите это вами это ваши какие-то находки или это просто владение каким-то корпусом текстов откуда у вас такие скажем так когда вы говорите чувствуется что это прочувствовано смысле нету ощущения того что вы взаимствовали у соседа который неплохо откуда вот эта живость определение и точность во-первых ну конечно я много подлинных текстов читал и я склонялся к тому что лучше поначитаться побольше а потом браться за вторичную литературу и в частности смотреть переводы не бежали за вторичной литературой нет нет потом ее надо учитывать допустим до меня было два перевода на английский язык вопросов миллионды до меня был перевод на французский язык на первых двух книг были частичные переводы на немецкий язык и это все с этим всем ознакомился конечно но позже но сперва у меня было свое ощущение впечатление но и далее кроме того ваш витарка это термин ранне буддийской обидармии то есть философские психологии меня то есть это философия философия меня не андрея это психология философская психология для первого лица для нужного следует нужно просто позаниматься йогой нужно поймать себе нужно заметить как эта витарка случается во мне вот я заметил исходя из того что я запомнил этот опыт я могу что-то сказать давайте поясню еще допустим иду я по мосту например по дворцовом мосту и вижу совершенно понятно что там флажки стоят торчат я опознаю флажки а витарка будет тогда когда когда у меня вдруг зашевелится начало мысли по какому случаю флажки вот вот это вот поймаешь это ты понимаешь что такое витарка чем она отличается от просто нормального опознания верного того что здесь находится вот это не то что вы вычитали в какой-то вторичной статье определение витарки то есть это какие-то ваши ну не знаю проблески так как когда вас слушаешь постоянно ощущение того что эти мертвые пусть и морфологически понятные но термины начинают приобретать какое-то наполнение то есть для тебя как для слушателя то есть они до этого были но темны что и как сказать ну вы правы потому что нужно не обязательно быть буддистом как я стал буддистом совершенно не обязательно нужно хотя бы методически или методологически проигрывать эту эти возможности в своем сознании иначе ты будешь может быть очень грамотным филологом но ты будешь как бы слепым который будешь будет правильно раска переводить с одного языка на другой описание какой-то картинки правильно но сам не будешь видеть это не дело какой я от коллеги помню слышал такой вопрос что как ты вот по поводу витарки частности как ты это все понимаешь я говорю йогой заниматься надо то есть получается кто такой философ смысле русский философ то есть русский человек интересующийся индийской философии это не до чего-нибудь или перечет то есть это перефилолог или это не до лингвист это как как человек вот-вот вот чтобы заниматься философии то есть достаточно просто прочитать энциклопедию смысле статьи то есть или что то есть вот в какой момент что необходимо чтобы вообще рассуждать про эти материи чтобы попытаться перевести хотя бы попытаться они перевести вот марцис общий ответ понимать надо понимать это праздник что такое понимание праздник это снятие знаковой опосредованности. Ты видишь сквозь слова то, про что слова. Это то, что называется в самом пределе, это называется в буддийской же философии парамарха. Предмет в пределе. А до этого он окутан сам в ритме, тоже другой термин в буддийской философии, чем словами, словесными конструкциями. Если ты дальше словесных конструкций не можешь пройти, то ты прошел два этапа из трех. А именно, ты принял к сведению, это первый этап. У тебя есть какие-то фактические знания, ты можешь вытаскивать на память. Ты продумал, промыслил рассудочно, это второй этап. Но надо сквозь рассудок прийти к тому, по поводу чего это разворачивается. Это будет ситуация праздничной, понимания, свежего понимания. Свежесть. Вот свежесть это то, чем отличается ваше понимание. То есть я за жизнь прослушал несколько сотен докладов. И порой складывается впечатление, что докладчик не понимает, о чем он говорит. И удивительным образом я не слышал ни одного вашего доклада, где у меня сложилось впечатление, что вы просто что-то умное рассказываете. То есть все время свежесть. Вот именно, да, свежесть. Вот чем отличается... Ну, а напомню известную легенду про Наропу, декана философского факультета Налады, когда к нему пришла ведьма. Ну, это кончилось плохо для факультета. Он сбежал, стал йогом, в конце концов, стал годный. На факультет потерял отличного декана. Вот она его спросила, что ты делаешь? Я готовлюсь к лекциям по грамматике, еще чему-то, еще чему-то. А дальше она спросила, ты понимаешь... Ну, я для нашего с вами разговора чуть-чуть разворачиваю. Ты понимаешь знаниевые словесные конструкции, либо предмет, про который это. Он сказал, конечно, слова, известная конструкция. Она обрадовалась. Ну, предмет тоже. Тут она опечалилась. На что он сказал, а в чем дело? Во втором-то ты не прав. Ну, это можно пояснять так. Если человек, например, будет не по грамматике читать... А, ну, пусть будет по грамматике. Вот он читает лекции по грамматике совершенно правильно, да? Но он говорит на языке грамматику, которую он знает, дефектно, с ошибками. Вот тогда он предмет не знает, да? Предмет для него не ясен. А можно знать предмет и не знать грамматику, ну, если твой язык родной, да? Вот. Вот надо стремиться к предмету, конечно, потому что, когда ты ставишь предмет, ты можешь изложить это совершенно по-разному, как угодно. Скажем, в одном разделе, учебника, который написал для... в котором я соучаствую для инженеров, я пояснил пять из восьми аспектов буддийского пути ситуацией противовоздушной обороны страны. Это понятно, это совершенно нормально можно приложить. То есть, получается, эти знания, они не абстрактно, бесполезно устарели, а... Они, видите ли, ну, если ты их можешь взять, тогда скажу известный анекдот. То есть вопрос в том, можешь ли ты что-то взять. Что ж ты, голубчик, был ограблен? У тебя же, значит, почему ты не заборонялся? Как обороняться? В одной руке сабля, в другое ружье ногами, что ли? Понимаете, если ты не можешь пользоваться средствами, то все бесполезно. То есть, философ – это следующая стадия после того, как ты грамматику выучил? Или можно заниматься философией, не трача время на грамматику? Ну, все-таки надо, потому что можно придумать что-то свое, и что будет тоже не лишним, но глубоким. Глубоким, но все-таки не то, о чем в тексте. Я встречал такие вещи, которые я называю перемудрэйшн. Перемудрэйшн, да? Перемудрэйшн, который, вроде, человек и неплохо сказал. Ну, к оригиналу это уже не имеет отношения. Да, да, да. Потому что, допустим, перевели каамом, как чувственное желание. Но, простите, что такое каама, наверное, слушатели знают, но каамом в винительном падеже означает на соцкрытии просто «хотя», «союз». Так что не было там про чувственное желание. Там было «хотя то-то, то-то». Хотя этот оттенок, почему бы мы не поговорить о чувственное желание, так сказать. Я говорю, мне вот свежесть, это вот слово, которое мне ассоциируется с вами. Вот, например, слово, значит, термин «моха». А вы переводите как «дурь». Да, вот в втором издании перевел «дурь». И просто, и понятно. Потому что, ну, вот есть такие переводы, значит, и, увы, их слишком много. Я вообще считаю, что сейчас переводов стало не слишком много на самом деле. То есть, в смысле, слишком их много стало. Вот, Маркес, я даже так скажу. Если ты хочешь написать текст, подумай о том, учти, что текстов в мире много. Да-да-да-да, как бы надо ли? Но вот мне нравится, собственно, что вы переводите «клэшу», то есть, собственно, что вы ее не оставляете непереведенной. Раньше я переводил, следуя Гюнтеру, а за Гюнтером следовал Валерий Исаевич Рудой как «аффект». Потом я осознал, что это неправильно ни в современном смысле судебной медицины, ни в классическом смысле спинозы. Понимаете, значит, ваша начитанность – это одна история, в смысле, это хорошо, но вы умеете пересплавить ее, то есть, не только проанализировать и сопоставить, у вас синтез свежий. Каким образом? То есть, в какой момент, значит, ну вот философ, где он зарождается? То есть, в какой момент вот просто филолог, читая текст Мелинды, где как вот этот переход осуществляется? То есть, в чем? Чтение первоисточников – это сработало или что? Ну, чтение первоисточников. Вообще говоря, ну, если не говорить об индивидуальных особенностях, об индивидуальных особенностях себя, говорить, как правило, непродуктивно. То можно сказать вот что. Нужно иметь такую, это не индивидуальная особенность, но она не очень часто встречается. Нужно, чтобы размышления вызывали физическое удовольствие. Это просто приятно. А что такое размышление? Просто приятно. Что такое мысль вообще? В смысле, что такое мышление вообще? Ну, мышление вообще, говоря, это решение задач в знаковой форме. И там есть за такт, а именно ты живешь разумно, потом сталкиваешься с чем-то, с какой-то проблемой, либо затруднением в своей жизненной практике, либо затруднением в чужой жизненной практике. Перестаешь осуществлять практику, начинаешь решать что-то в смысловой сфере, а потом возвращаешься к этому. Ну, вот скажем, если ты, смотрите, допустим, у писателя очень хорошо, настоящего писателя, очень хорошо отработан первый такт. За что мы хвалим писателей? Например, вот это бутылочное стекло у Чехова или еще что-то, или как очень точно пишет Набоков. Потому что он замечательно может перейти в слова от того, что наблюдали другие и не хуже его. Но в слова перейти не могли. Вот. Ну, то есть они рассмотрели с разных сторон то, чему, может быть, и не придавали значение, но не умели выхватить, скажем, изюминку, то есть какую-то деталь. Да, 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 да. А, допустим, у судьи противоположное. Судья должен связать текст закона, закона уложения и всяких там легенд к закону с конкретным случаем. Он должен перейти от текста к практике. Только так он может вынести суждение. А мышление включает и первую эту стадию, которая репрезентирована, пусть будет писательной, последнюю, которая судьей, и промежуточной – это просто оперирование со знаками. То есть получается три стадии? Три. Но если ты только оперируешь со знаками, то ты, например, можешь быть хорошим компьютерщиком и еще кем-то, но полноты мышления здесь нет. Вот я бы сказал так. Тогда вопрос такой. Значит, насколько я понимаю, древнегреческий риторический канон отразился, соответственно, и в Миллинде. То есть как это… Отразился, отразился. Причем там люди были какие-то неправдоподобно талантливые. Ну, в частности, я это опубликовал в сборнике, посвященном юбилею известного нашего выдающегося лениста Зайцева. Так вот, в авторской речи царя Миллинды, согласно ритмическому анализу того, как он выражается, удалось обнаружить строгое следование ритмическому канону периодической речи в такой период, это ритмическим образом послойно сложно подчиненное предложение. Так вот, царь говорит так, а Нагасена говорит не так. Он говорит как индиец. И автор говорит не так. Это только в авторской речи. Ну, чтобы это было, понимаете, 2000 лет назад подражать авторской речи человеку из другой культуры, ну, сильно люди вот в греко-индийском царстве обогнали остальное человечество. Точно так же, как там другой пример, там ведь это обиходное греческое слово хорошо, колос, употребляется в речи царя Миллинды только как колосий, что, понимается, можно трактовать, и трактовали как ты удача. Но на самом деле это значит просто «Хорошо, отлично». Потому что это, ну, это как окей. Вот. А индийцы этого не употребляют? Хотя, мол... А мимо употребления периодов, есть ли еще что-то, чем, не знаю, отличается принципиально установки индийской словесности, я не знаю, или ведение диспутов и греческий подход? Нет. Ну, ведение диспутов там, конечно, исключительно индийское. Ибо, ну, вот сперва дается, ну, тут и диспут, и объяснение. Ну, и к слову сказать, индийская форма рациональности на стыке, вот я говорю, ты понимаешь, соглашаясь или нет, наоборот, она устроена так, что она формализует не только доказательства или убеждения, но и объяснения. То, чем европейцы пренебрегли, им это, ну, почему-то не было интересно формализовать объяснение. Хотя у объяснения, конечно, есть свои каноны. И вот индийцы схватили то общее, что есть у доказательств и объяснения. Именно это называется пятичленным высказыванием, что до сих пор почти все называют, подтягивая под свою привычку индийским силогизмом. Это не силогизм. Вот такого рода форма в неокончательной до достаточно зрелой стадии замечательно представлена во второй и третьей книгах Меринды, когда царь задает вопросы, а вот как ты характеризуешь такое-то понятие, тот ему дает объяснение, тот говорит, а теперь приведи мне развернутый образ. Я говорю по-своему в тексте иначе, тот дает им развернуть образ. Если одного образа мало, несколько образов, потом завершает. Или образ или апелляция к воображению идет после строго рационального пояснения. Это, к слову сказать, это не только психологически удачно, это еще и соответствует нравственности. В отличие от современной рекламной рекламы, политической рекламы, коммерческой и так далее, где пытаются сразу образом загрузить сознание, эмоции ей. Как вы объяснете, это вообще хорошо или нет? Вот если мы посмотрим вопросы Меринды на четвертый, вопрос Нарагасина, там задается вопрос такого свойства. Вот одна цитата такая, другая цитата такая, и, по-моему, это противоречие, говорит Меринда. Тот ему объясняет, почему не противоречие, стараясь быть доказательным. После этого предлагает еще, не во всех, во многих случаях, развернутый эмоционально насыщенный образ, чтобы это закрепить. Но этот образ наслаивается на то, что рассудок уже усвоил. Получается, здесь задействована сократовская сита нравственности, то есть нравственность не вставляется где-то за бортом, то есть... Ну, да, да, конечно, конечно, да. То есть никак не мухлюют, никак не стараются что-то протащить сквозь задний ход. Сперва отчетливо, а потом, пожалуйста, на фоне этой отчетливости, когда хочется еще и получить удовольствие, вот тогда рассказывают. Итак, значит, когда я читаю книгу шестую, сравнение, у меня такое ощущение, что я читаю Рабле. Значит... Ой-ой-ой, как интересно! Почтенный Нагасена, какие качества должен иметь монах, чтобы достать, достичь архатства? Монаху, стремящемуся достичь архатства, государь следует одно качество взять у осла, пять качеств взять у петуха. Ну, по мне, так это уже вылитый Рабле. Вот. Значит, одно качество взять у белки, одно качество взять у пантеры. То есть, это же надо такое придумать. Ну, при том, там длиннющий перечень, и не все расшифровывается. Я как-то думал, может, дописать от себя, но бросил. То есть, это не только умно, не только свежо, но это и художественно, полноценно. Кроме того, это еще... Здесь, это, это, это с одной стороны. Хотя я бы сказал, что я уже устал к шестой, к шестой книге, и некоторая однотипность и однозвучность мне стала казаться отчасти упадком по сравнению с лучшими образцами, значит, четвертой и пятой книги. Но все-таки здесь есть индийский аспект такой. Этот перечень можно выучить при желании. Да. Индийцы склонны были. А дальше, ведь это говорится, какие качества нужно взять йогу. Кто такой йог? Сидит себе где-то там в пещере, где-нибудь там на Цейлоне или что-то, и йогой занимается. Время от времени наведываясь куда-то, что-то видя. Так ему дали перечень того самого разного материала. Что-то там у черепахи, от черепахи, что-то от петуха, что-то от крысы, что-то там от ребенка-младенца, который там плачет и просит грузь. Ну, много чего. Зачем? Чтобы он ходит, он это помнит, увидел он черепаху, увидел он, не знаю, журавля, ворону, и он припомнил. А! А про это было сказано, что мне в этом отношении желательно уподобиться воронич, черепахи, еще кому-то. Это для того, чтобы его в делу приживать. Можно считать его к жизни. Своей юридической задачей. То есть, буддист, получается, это не какой-то недотепа, который в миру не справился, значит, и отправился, значит, просиживать штаны. То есть, этот человек достаточно, что ли, образованный? Нет, ну, недотепы, конечно, были. И, скажем, во второй же книге спрашивали, а зачем люди вообще идут в монахи? Царь Мелинда спрашивает на Гаса. Тот говорит, ну, а кто зачем? Кто-то, значит, кому-то, кого-то царь налогами прижал, кто-то, чтобы избежать уголовного наказания. Но есть те, которые идут за тем, зачем, собственно, это предназначено, чтобы избежать царь сансары. Это все честно. То есть, получается, это не какой-то идеализированный мир, значит, небесных, там, небожителей, а прям, ну, вполне себе такая, что ли, описание, как оно на самом деле есть? Ну, близко к тому, ну, а то как же, поскольку буддийское сообщество находится в сансаре, да, а сансара – это среда, где все, что может портиться, портится, то буддийское сообщество тоже причастно к порте. Силогизм. Но есть идеалы, есть те, кто его может осуществить. Иногда это происходит. Вот примерно так. А есть что-нибудь на русский язык непереведенное, но принципиально при этом важное, буддийского толку, скажем так? Ой, ну, буддисты написали, помните, римляне и греки, писавшие тома для библиотеки, как помните, пелось в диске Тухманова, да, тогда была песня вагантов. Целые библиотеки непереведенные, вот сейчас я перевожу, гандавьюха сутру, очень сложная, очень пышная, совершенно невообразимо кудрявого стиля, то есть даже из канонических сочинений Тьмать Пуща, тантр я не касаюсь, тантр для тех, кто получил посвящение, для круга, очень много всего, очень много, то есть, конечно, не обязательно все это, точно никогда это не будет все переведено, многое будет переведено, что-то может быть нужное будет оставлено случайно, что-то не вполне нужное будет тоже случайно по личному произволению переводчика переведено, ну и это как-то ведет, обогатит нашу культуру. То есть, есть какой-то общий план, скажем так, чего на, то есть, скажем, каждый по себе как какой-то партизан действует или есть какой-то все-таки нет, есть план, там есть планы перевести сперва на английский, а потом в другие языки все там буддийскую литературу, но, по-моему, это, это мне напоминает идею Хрущева, коммунизм 1980-му году, примерно так, то есть, или планы Наполеона взвод Митрошкина, то есть, конечно, нужно отбирать что-то первое, отчетливость, я понимаю, иметь отчетливый образ читателей, кто это будет читать, с какими целями, не только буддисты это будут читать, нужно очень хорошо учитывать то, что буддисты жили тогдашние в другом обществе, что там многие повторы психотехническая функция текстов, еще в том числе слутер, недоисследованы, надо исследовать, да, мы сейчас привыкли скакать, выхватывая какую-то суть, иногда недовыхватывая, сутры были предназначены для того, чтобы читать, и еще раз читать, и еще раз читать, и чтение некоторых сутр явно является некоторой психотехнической практикой. то есть не для разового литературного какого-то удовлетворения. Конечно, для разового интеллектуального удовлетворения существуют трактаты, если такой умный, что за раз все понял, ну или там так же, как там Канта, ну не за раз, но там несколько раз почитал, разные куски понял, ну так вот, дармакирти и кое-нибудь еще, а сутры рассчитаны не для этого, ну например, занимаются дьяной в школе чань, собственно, чань, это в китайском произношении дьяна, созерцание. А почему-то в их центрах, в храмах, что не утро, то читают сутру сердца пражни Прометы, пражни Промета Хридая сутра. Что мы давным-давно все наизусть знают. Спрашиваются, чего ей читать? А по-видимому, расчет на то, что когда ты ее ежедневно читаешь, это тоже некое, это способствует дьяне, это способствует выходу из обыденности. Это не только потому, что лучше читать сутры, чем ковырять носу. То есть, что очевидно, за этим стоит нечто большее, конечно. Так примерно. То есть, получается, недостаточно переводить, надо еще исследовать? То есть, надо исследовать, это особенно интересно, надо исследовать то, на какое воздействие на читателя или слушателя программируется этим текстом. и на какого читателя. Ибо рассматривать произведение нетривиальной словесности в отрыве от того, кому, кем и для кого и в каких ситуациях это сделано, это недозволительная абстракция. Иначе получится, как хитрый Дорида устраивал свой постмодерниф со своей деконструкцией, а именно каждый дельный автор прошлых веков прилично понимал, кому он адресуется. Дорида, будучи чрезвычайно начитанным человеком, тоже понимает, кому адресовался, например, Платон. Но он делает невинное лицо, забывает это и начинает задавать вопросы, которые не должны были приходить, не переходили на ум читателям Платона. И что-то свое выковыривает, понимаете? Но это его особая стратегия. А тут мы напротив должны думать, ну, кому, зачем, почему здесь повтора, почему здесь кратко, почему здесь сжато. Это может быть пояснять. Может, иначе... Тогда позвольте последний вопрос. Мне всегда было интересно все-таки вот чит-то это что? Первое. Чит-то от корня чит, выбирать. Это акт выбора. Чего? Он говорит, артхам чиноти выбирает объект или предмет артху. Поэтому называется чит-то. Это первый слой этимологический. А дальше чит-то по-разному обретает разные понятийные оттенки. Ну, например, ведантия. А ведантия это некоторое содержание, которое отчетливо, но которое с реальностью этого содержания еще не связано с реальностью, то это будет Будды. В йоге не так. В йога-сутрах, в этой традиции йоги. А, в Абидарме чит-то употребляется как самая общая характеристика духа или сознания, как его интенциональность, то есть направленность на некоторый объект. Вот просто вот так. Получается, то, что вы даете в статье, в словаре, меняется, ваше определение, они достигают новых высот точности. Думайте, я помню, что я там писал. Спасибо вам большое. Я правда надеюсь, что наша беседа будет иметь продолжение, потому что есть еще несколько терминов, по которым я бы хотел услышать о вашем комментарии. Ну, хорошо, вы скинете, потом подумаем. Хорошо. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Всего хорошего. До свидания.